Итак, для лапши влог нам понадобится, собственно, сама лапша. Я такую лапшу покупаю для домашнего приготовления. В принципе, можно использовать рисовую, гречневую, в общем, какая у вас есть лапша. Кто что любит, я сегодня это буду использовать. Также мясо, у меня в данном случае говядина, я ее уже порезала на полоски. Сейчас замариную. Для маринада я буду использовать вот эти вот три баночки. Значит, давайте расскажу по очереди. Первая баночка это специи Simple Organic для гриля. Здесь в составе чеснок, лук, перец, травы. И, в общем, я ее на iHerb заказывала. Советую вам, кстати, посмотреть видео о моем заказе с iHerb. Там много таких специй. Также в острошерский соус Ennis. Я его использовала для греческого салата. Мне очень он нравится. Это органический соус. И, как я сказала, так отсвечивает. Usd Organics говорит о том, что это одобрено и, в общем-то, рекомендовано к питанию. И, кстати, это веганский продукт. То есть здесь животного происхождения ничего нет. А также обычный соевый соус для маринада. То есть сейчас, ну, буквально, наверное, 3 чайных ложки соевого соуса. Посыплю приправами и добавлю 2-3 капли Ennis. И мясо будет мариноваться где-то, ну, час-полтора. Также понадобится обязательно перец, кабачок, лук. И у меня здесь, к сожалению, сейчас закончились стручки фасоли маш, проростки фасоли маш. Обычно я с ними готовлю. И я в конце их добавляю. Добавим ее уже слоем. Лапши, специи и, в принципе, соли все здесь не нужно. Здесь соль уже и с соевым достаточно, и в специях достаточно. Все хорошенько перемешиваем и оставляем мариноваться. Можно в холодильнике. В начале видео я вам сказала, что буду делиться секретами приготовления лапшевок. И первый секрет заключается в том, что овощи нужно резать полосками. То есть не мелко, а такими нормальными полосками. Сейчас я покажу вам, как правильно их резать. И обжаривать их следует совсем немного. То есть первым все-таки вы обжариваете мясо, а потом уже к мясу добавляете овощи. И буквально, можно сказать, делаете их типа эльданта. То есть слегка-слегка термической обработки подвергаете. Только тогда ВОК положено настоящим. Второй секрет заключается в посуде, в которой вы будете готовить ВОК. Я всегда использую глубокую посуду, если у вас есть специальная емкость, сковорода для ВОК отличными. Вот такую емкость для мультиварки. У меня мультиварка. Я ее как-то уже показывала. И она меня полностью устраивает. Я обжарю мясо здесь, а потом уже овощи к ней добавлю. И третий, последний секрет настоящего ВОК заключается в том, что вы, когда добавляете лапшу к мясу и к овощам обязательно, добавляете в конце либо соевый соус, либо специальный соус для ВОКа. И сверху сыпьте зернами кунжута. Потому что именно зерна кунжута, они придают блюду какую-то завершенность. И напоминают все-таки именно те ВОКи, которые мы любим в кафе, в ресторанах кушать. Кунжут можно купить, в принципе, в отделах для специй, я видела. А также в различных отделах, типа, где продают специи на вес. Вот там вот продают кунжут. В индийских специях, в магазине. Кстати, хороший магазин индийских товаров и специй есть в Рудейне, кто не знает. Там действительно очень большой выбор специй. Специи достаточно хорошие. Хороший зеленый чай. Там же можно и вот макароны различные приобрести. Какие-то индийские продукты, даже азиатские продукты. Кокосовое молоко, манго в сиропе. В общем-то, там очень много товаров. И неплохой магазин открылся у нас рядом в ТЦ Мозаика. Это НЦК Дубров. Внизу, около гипермаркета Лента, открылся отдел азиатских товаров. Он называется 7-11, по-моему. Ну, так же, как и в Таиланде, кто знает, да, был сеть их местных супермаркетов. Ну, конечно, это пародия на 7-11. Но надо сказать, что действительно большой супермаркет. У него много азиатских товаров, хороших, хорошего качества. Субтитры создавал DimaTorzok